В районном краеведческом музее работает выставка, посвященная 30-летию Некрасовской детской художественной школы, которая с этого года носит имя своего основателя, талантливого художника и педагога, нашего земляка Ивана Михайловича Осташкина. На открытии экспозиции побывал наш оператор. В день, когда Высший свет российской культуры торжественно открывал в Москве обновленный Большой театр, в Некрасовском районном музее тоже был праздник. Здесь открывалась выставка работ воспитанников детской художественной школы. На экспозиции представлены работы выпускников школы разных лет. Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство. Сегодня классы ДХШ есть во всех крупных населенных пунктах нашего района, в селе Левашово, в поселках Бурмакино и Красный Профинтерн. А началась школа всего с одного класса. Ее создателем и первым директором был Иван Михайлович Осташкин, чье имя носит теперь школа. Многие из гостей выставки хорошо помнят этого замечательного человека. Я видел, как он в 58-м году, в мае месяце, в начале мая, сидел на аллейке у клуба и рисовал домик, в котором жила моя бабушка, в котором жили мы с бабушкой. А на крыльчке у коленниковых сидела моя мама, чесала газету, а он рисовал дворик. Не было тогда забора, не было ворот. Он сидит в беретике, мольберт, краски масляными. Говорит, что-то не хватает. Чего не хватает. Почесал, почесал. Говорит, о! Берет так два носка, а вот и сидела. Мама. А мама у меня сидела в положении. И точно мама. Ещё нет. А вот вижу, что мама сидит в красном халате. Потом я у него просил этот рисунок. Он говорит, ты знаешь, продал я родину, продал я твою маму. Я говорю, куда? В Японию. Да я тебе нарисую, я тебе нарисую этот дворик, эту копию. Не случилось. Среди первых посетителей выставки были также и выпускники художественной школы. Теперь в Некрасовской художке учатся уже их дети. Первый нас напирали. Правда, мне было тогда на тот момент 13 лет. То есть я не такая уж и маленькая была. Но захотелось порисовать, попробовать свои силы. Тем более, что Иван Михайлович так убедил, что вроде как есть способности. Но хочется сказать, что да, Иван Михайлович развил много способностей. И это мне сейчас очень здорово помогает. Работы юных художников разнообразны и разноплановы. Есть на выставке акварели и гуашь, графика и аппликация. Но все полотна объединяют одно – любовь к жизни, к искусству и большой совместный труд учеников и педагогов. А сегодня хочу поздравить своих преподавателей. Здесь присутствует Галина Александровна Фадеева, преподаватель нашей художественной школы. Лидия Сергеевна Шаляпина, преподаватель классов Левашова. Купи мне, мамы, кисти и краски не забудь, А хапкой синих листьев я нарисую путь. Цвет синий – это небо, зовет оно «твори», И на листочке белом возникли корабли. Цвет синий – это поле веселых васильков, Художнику раздолье – живая сказка снов. В пейзажах заискрится восторжена душа, Открытую страницей порадовать спеша. Возникнет на портрете цвет синих-синих глаз. Играют в краски дети, пленяют ими нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова